Ну что, друзья, всем привет! Продолжаем с вами разговаривать про парфюмерию шейк. У нас с вами будет видео знакомства. Кто еще не смотрел видео про хорошую девочку Киллиан, обязательно проходите, смотрите, очень интересно. И сегодня мы снова с вами вместе попробуем впервые новый аромат. Я сама еще вообще даже не представляю, как он звучит. Этот аромат я не знаю ни в оригинале, то есть я никогда его не пробовала. Я очень много о нем наслышана. Это муск Кашмир от Atar Collection. Скажу сразу, я не знаю, чего ждать. Кто смотрит мои видео, смотрел мои обзоры на парфюмы, тот знает, что я громче всех всегда ору, что я терпеть не могу мускусы, я терпеть не могу эту ноту в парфюмерии. Но я это не я, понимаете, если я не куплю себе что-то с мускусом. Потому что я всегда даю шанс чему-то, что мне не нравится, раскрыться как-то по-другому, возможно, заиграть как-то по-другому. Вообще вы знаете, почему я не люблю мускусы? Потому что мускусы очень часто звучат немытым телом, очень часто звучат какой-то ноткой пота, какими-то грязными тряпками сырыми. Ну, то есть, понимаете, если мы берем мускусы какие-то, например, в Терензе, да, вот опять-таки кирки, ну, это такой мускус, понимаете, он просто берет за горло тебя и не отпускает. Я когда встречаю кирки или Андромеду, вот что-то такое, когда, ну, чаще всего кирки, я встречаю где-то в метро, в общественном транспорте, но, понимаете, я сразу понимаю, что это кирки. Это просто настолько меня душит, что, ну, я для себя просто сделала вывод, что мускусы – это не мое, я их не понимаю, они мне не нравятся, но женская логика – это, сами понимаете, вещь просто не поддающаяся никаким объяснениям, поэтому я заказала мускус Кашемир от Атар Коллекшн. Ну, надо же попробовать, столько про него говорят, так его любят, говорят, что это просто аромат чистоты, что это аромат вообще какой-то бешеной сексуальности, что это просто любовь, многие без него не могут, идут за этим шлейфом, ну, давайте пробовать. Нанесем на блотер, нанесем на кожу. Опять-таки, для меня блотер не очень информативно, но в качестве первого впечатления… Не знаю. Мне кажется, вообще сейчас я… А почему так много гвоздики? Боже, очень много гвоздики. Гвоздики, знаете, какой? Вот гвоздики именно… Ох, пряности. Пряности гвоздики, вот этих вот гвоздичных таких… Кондитерских таких головок гвоздичных. Ой, как много гвоздики вообще. Я не люблю гвоздику, вот я вам скажу честно. Ладно, это все понятно, давайте на кожу, потому что все-таки… Тем более мускусный аромат надо обязательно на коже. Ой, что-то вообще… Что-то вообще не очень. Вот пока что прям вообще не очень. Я шпаргалочку себе написала, чтобы сориентироваться. Вообще здесь пирамиды… Вы знаете, я ненавижу эти пирамиды зачитывать, но вот просто… Пирамида здесь небольшая. Ну да, вот она, гвоздика, здесь она есть. Причем так странно, когда вот вы смотрите пирамиду, если вы зайдете на фрагрантику, она как-то странно прописана. Обычно вот ее так пишут в арабских всяких вариантах, не по старту сердцу и базе, а как-то все в куче там. Ой, здесь гвоздика прям вообще орет. Девочки, мне не нравится вообще. Вот мне не нравится. Ну вот правда, я… Ну что я хотела? Ну, причем пока что я не могу сказать, что здесь настолько сильно орет гвоздика, что я вообще ничего другого не слышу. Ну давайте немножко подождем. Сейчас он усядется маленько. Я надеюсь, может быть, это вот как раз-таки тот шейк, который будет всю дорогу орать на гвоздике, я не знаю. Вы знаете, вот говорят, что этот аромат, он дает ощущение вот промытого до скрипа тела. То есть именно не чистоты такой вот чистоты уходовых средств, не чистоты кондиционера для белья, вот как, например, бланш Байреда, или, например, мишка от Moschino, который не баблгам, а который вот беленький мишка, той-два он называется. Вот есть такая чистота, а есть чистота именно когда вот этот мускус, и вот именно чистота такой, знаете, пропаренного тела, который вот с мочалкой промыли, вот что вот этот вот мускус-шмир дает именно такое вот, такое звучание. Что здесь еще? Сандал. Ну давайте, ладно, давайте, чтобы вам было попонятнее, мы пирамидку прочитаем. Белый мускус, сандал, белый перец, гордения, гвоздика. Собственно, и все. Что у меня вызывает вопросы? Во-первых, гордения. Я к своему стыду не очень хорошо понимаю, как звучит гордения. Как-то у меня в моих, мне кажется, парфюмах особо ее и нет, этой гордении. Ну, допустим, белый перец, так, не нюхать, не слушать. Надо, чтобы уселась. Не хочу сейчас, потому что у меня опять забьются рецепторы, и ничем хорошим это не кончится. Белый перец. Знаете, что у меня есть? У меня есть от Артизан аромат белый перец. Ох, он, конечно, очень специфический. Вот он именно перченый-перченый. Там, по-моему, ноты молока есть, медовые ноты и ноты вот этого вот именно перца. Я не могу различить белый перец или черный перец. Вот он как-то для меня, вот, например, в белом перце Артизан звучит, ну, как перец. Вот перец, он и есть перец. Вот здесь пока я перца никакого не услышала. Вот здесь так сильно орет гвоздика, что я вообще ничего не понимаю. Сандала тоже никакого не услышала. Ни рассольного, никакого вообще. Сандала здесь я никакой деревяшистости пока что не услышала. Ну, давайте еще приложимся. Ну, немножко стало поинтереснее. Гвоздика перестала так сильно орать. Слава тебе, Господи. Вы знаете, как интересно? Вы знаете, знаете, как звучит? Звучит, как что-то медицинское. Причем это, знаете, как? Вот есть некоторые удовые такие ароматы. Вообще, уд в парфюмерии, он иногда дает вот именно ноту какой-то чистой кюветы, кабинета стоматолога, понимаете? Вот этой какой-то хирургической стерильности. Но вот здесь я не могу сказать, что это что-то такое. Ой, прям, ой. Ой, как странно. Глуба аж передергивает, честное слово. Очень странно. Знаете, у меня какая-то такая ассоциация не то с какими-то бинтами стерильными. Но это не вариант, как в Бакаре, нет. В Бакаре, мне кажется, это даже как-то, может быть, за счет сладости вот этой вот петушковой, как-то это более, что ли, более, что ли терпимо. Но здесь, здесь не за что зацепиться, здесь никаких нету таких вот сладких ноток каких-то или фруктовых. Здесь просто какой-то голый бинт стерильный. И даже знаете, чем... Ой, я сейчас так скажу, что вот просто вы выключите видео, наверное, и поймете, что вам это не надо. Я такое встречаю впервые. Мне отдают хлоркой. Причем хлоркой не вот голой хлоркой, как в таблетках есть хлорка. Вот знаете, таблетки такие хлорка. А хлорка именно как будто бы эта ткань то ли была выстирана в хлорке. Короче, взяли бинт больничный, стерильный бинт взяли. Прям целый моток. Вот этот бинт положили в какую-то посудину, в которой развели хлорку. Потом его оттуда достали, не высушили. Это влажный бинт, который обработан вот каким-то хлорным раствором, честное слово. Ой, это очень странно, я вам честно скажу. Гвоздика уже не орет. Она оставила какой-то такой вот флер свой. И, возможно, она дает какую-то... Ну, это странно. Я понимаю, что это странно вообще из моих уст звучит. Но она дает вот эту какую-то хлористость. Вот в совокупности со всеми остальными ингредиентами. Ой, вот вы знаете, да, это чистое тело. Но ведь что мы думаем, когда мы говорим о чистом теле? Нам сразу что представляется? Нам представляется, как мы взяли мочалочку нашу любимую. Взяли какой-нибудь наш любимый гель на душа. Или какой-нибудь вкусный... Ну, пускай это даже будет не гель для душа. А пускай это будет какое-то мыло. Душистое мыло. Какое-нибудь мы взяли под горячей водой. Растерли тело. Вот, знаете, прям вот, чтобы аж вот... Вот, чтобы аж все, понимаешь, чтобы аж скрипело просто все. Мы натерлись. Взяли белый махровый халат. Надели. И вот вроде как бы... Но это же не пахнет больницей. Это же пахнет все равно какой-то чистотой. Какой-то вот, понимаете, этот белый халатик еще мы надели. Да? Вот что-то такое. И вот мы сидим в этом белом халате. Взяли кружечку чая какого-нибудь или отвара травяного. Там сели, укутались нам так хорошо. Да? Вот все равно чувствуется какая-то чистота. И мыльца чуть-чуть. И вот свежесть какая-то. Здесь этого нет. Ну, какая это вообще чистота? Хотя, девочки, я не знаю. У меня вообще такое впервые, если честно. Я не знаю. Я вообще ничего не понимаю. А сейчас как будто нет никакой хлорки. А сейчас как будто правда какая-то чистота. Но мускус есть мускус. Я его тут очень хорошо идентифицирую, этот мускус. Этот мускус-то очень телесный, безусловно. Это не орущий мускус. Он не душит. Это не удушливый мускус совершенно. Он такой очень мягкий. Такой какой-то пушистый. Такой какой-то... Ну да, кашемировый на самом деле. Кашемировый какой-то мускус такой. Какой-то такой обволакивающий очень. Я не знаю, девочки. Вот как вообще можно... Вот сейчас, вы знаете, А вот сейчас как будто появилась какая-то... Вот может быть нам просто в миллиметр появилась какая-то сандаловость. Даже, знаете, не сандаловость, а какая-то появилась древесность. Очень теплая. Какая-то такая... Как же это? Очень теплая. Вот я недавно рассказывала про Адам Левин, кто смотрел. Там очень много дерева, очень много пряностей, очень много... Вот он такой теплый. И я говорила, что там древесность, она такая очень теплая, уютная, обволакивающая. Какая-то такая... Понимаете? Вот понимаете, есть древесность очень мужественная. Есть древесность такая, знаете, очень мужественная, напористая такая. Вот она... Я не могу сказать, что она яркая. Можно ли так сказать вообще про древесность в парфюмерии, что она яркая? Ну да, возможно. Но вот есть древесность вот такая, а есть древесность очень мягкая, и она какая-то женственная. Она какая-то... Понимаете? Вроде бы это и древесность, но вместе с тем это какая-то древесность очень уютная, обволакивающая, мягкая, нежная, теплая. Вот здесь вот что-то такое. Очень странные какие-то метаморфозы с ним происходят. Я вообще ничего не понимаю. Ну, честное слово. Ну, какие-то метаморфозы. Нет уже никаких бинтов, нет никакой хлорки. Появилась, наоборот, какая-то свежесть. Да, я, безусловно, здесь чувствую и перец, и гвоздику. Просто гвоздика уже перестала орать, и вот как-то сложно разделить. Вот есть что-то такое очень пряное и очень такое пикантное, но что это именно, гвоздика или перец, я пока не понимаю. Что-то это вместе, и перец, и гвоздика. Ой, появилась как будто даже какая-то свежатина. Но свежатина это не в общем понимании. Это свежатинка не фужерная, не морская, не акватика. Это какая-то свежатинка, как будто бы синтетическая, понимаете? Да, это свежатинка действительно какого-то, свежатинка какая-то вот даже, ну да, какая-то свежатинка. Вот когда вы всем натерлись, сверху еще халат, но это в то же время и не запах уходовых средств, это в то же время и не запах мыла. Это что-то вот такое вкупе, вот это вот, как это объяснить, как подобрать слова, телесность, вот правда ведь, ну что за, это просто какая-то вот, я вообще в шоке. Это, понимаете, свежесть телесная. Вот вы знаете, кстати, есть такой момент про мускусы еще скажу, что интересно. Когда мы имеем дело с мускусами в парфюмерии, почему многие хаят мускусы и говорят о том, что на них мускусы звучат очень грязно, они звучат бомжом. Я как-то читала про один мускусный аромат, и там одна женщина написала, что у меня такое ощущение сложилось, что пришел мой муж со стройки, снял вот эту свою потнючую просто одежду, вот эту вот грязную. Он ее бросил в, вы представляете, какой это ужас, он ее бросил в таз, она вся в тазу преет, и вот это все у нее так пахнет на коже. Но с мускусами есть такая штука, что их нужно наносить строго на чистое тело, строго. Их нельзя наносить, вот допустим, вы с утра приняли душ, потом где-то поработали в саду, там, да, ну, то есть вспотели, или там сходили на работу, или что-то еще. А вечером вы пришли, не приняли душ и решили нанести на себя какой-то мускусный аромат. Он у вас 100% заиграет потом, заиграет грязью. Понимаете, как это работает? То есть мускусы звучат хорошо там, где кожа уже не свежая, они это подчеркивают и усиливают. И там, где кожа чистая, там они эту чистоту усиливают. У меня сейчас кожа чистая. Вы знаете, вот у меня такое ощущение складывается вот сейчас, я вам скажу честно. Как будто бы здесь есть какая-то, какая-то немножко доля мужского парфюма, чисто какого-то, вы знаете, даже фужера мужского. Вот что это такое, я вообще не понимаю. Причем здесь фужерность, может быть, она здесь никаким боком. Но, видимо, играют вот эти все компоненты, видимо, как-то так стали друг с другом взаимодействовать, что действительно кажется, что это какая-то такая чистота, и даже вот немножко как будто с фужерностью, с ароматом какого-то мужского одеколона, ну что-то такое вообще. Вот сейчас это звучит более или менее приемлемо. Не в том плане приемлемо, а носибельно, носибельно. Нет, ну это очень интересно. Девочки, это очень интересно. А как это вообще все на блотере? Так, сейчас я попробую еще раз. А, ну, в принципе, нормально. Ну, на блотере гвоздика орет до сих пор. Ну, то есть, ну, как бы, понимаете, он на... Вот почему я говорю, да, лучше всегда на коже все. Ну, на блотере он вообще вот... Ой, ничего интересного. Не люблю я на блотеры наносить, вот я не знаю. Я всегда себя по рукам бью в магазинах или где-то. Ну, не всегда хочется наносить на кожу в магазине, особенно если несколько ароматов пробуешь. Но все-таки вот на коже, конечно, это другая история вообще. Ой, ну, резюмируя, давайте я попробую как-то это все собрать в кучу. У меня на самом деле вот такая каша, он очень близко к коже, очень близко. Очень близко. Вот я снимала видео про девочку, когда Киллиан, она прям диффузная. Она прям везде, то есть она везде. И я, когда сняла видео, я зашла, я вышла из комнаты, зашла обратно, и зашел муж. И я ему говорю, ты чувствуешь, как духами пахнет? Говорит, да. Вот прям, понимаете, а я брызнула один раз. Ну, точнее, два. Я брызнула на кожу и брызнула на блотере. И вот я сняла видео, я вышла, зашла, и такой стоял вообще аромат этой девочки. Тут такого нет. Тут все очень близко к коже. Ну, оно и понятно, этот аромат и не должен быть, он не должен, это не шлейфовый абсолютно аромат, мне кажется. Хотя, как знать, надо посмотреть в носке. Ну, в общем, резюмируем. Не будем затягивать, потому что, ну, на самом деле, я вот, честно говоря, я вообще, чего я ожидала? Я ожидала, что это будет что-то из разряда Bayreda Blanche. И меня эта мысль грела, потому что такие ароматы, они и в пир, и в мир. Они очень приятные. Вот вы вышли из душа. Вам хочется продлить вот это ощущение чистоты какой-то. И вот такие ароматы, как Bayreda Blanche, то и два Moschino, они очень хорошо в этом, ну, как-то вот в этом вопросе, они вот именно для этого, мне кажется, и нужны. Вот. А вот от этого я ждала чего-то такого. Мне очень понравилось название Mousse Kashmir, потому что я вообще такое люблю. Я люблю кашемировость, вот эту мягкость какую-то. Я думаю, ну, это, наверное, будет так вот свеженько, вкусненько, уютненько. Я еще смотрела обзоры на этот аромат. Ну, вы знаете, это вот то, чего я вообще не ожидала. Это очень странно. Во-первых, я не ожидала, что это будет так пряно. Вот лично для меня это пряный аромат. Вот правда, вот он для меня пряный. Здесь никакой свежести нет. Но когда он расходится, появляется вот эта свежесть, но стоит все равно, не стоит путать. Это свежесть не уходовых средств, это свежесть не дезодоранты, это свежесть не мылодав, это свежесть распаренной кожи. Вот когда я это слушала в обзорах у девочек, они, некоторые говорили про это, это свежесть, говорят, распаренной кожи. Я думаю, ну как может кожа пахнуть, как распаренная кожа может чем-то пахнуть. И все равно у меня в голове какой-то вот этот вот мылодав стоит и хоть ты тресни. Вот сейчас я понимаю, о чем вы не говорили. Это очень сложно объяснить, если вы сами это не услышите, правда. Правда, очень сложно объяснить. Словами это не объяснить. Это какая-то, понимаете, здесь как будто есть и какая-то нотка, опять-таки, мужского какого-то ухода. Но опять-таки, это, ну это, я просто пытаюсь хоть какую-то конкретику привести. Это неестественно, здесь это все не орет. Он вообще очень мягкий, он близко к коже сидит. Но это не тот вариант, что близко к коже, еле пахнет, как водичкой там какой-то набрызгали. Нет, это он просто сам по себе сливается очень с кожей. Девочки, обязательно надо это, конечно, слушать. Надо это слушать. Не вздумайте это покупать в оригинале. Там сотка, я просто, понимаете, вот мне кажется, что у меня к нему будет тянуться рука, потому что мне очень интересно, как он будет на воздухе себя вести. Вообще, как он будет себя вести в жару, в холод, потому что я его только получила, я про него вообще ничего не знаю. Вот я вот просто рассказываю вам свои первые впечатления. Как он себя поведет в носке, я вообще понятия не имею, потому что он очень странный, правда. Вот первые ноты, вот первое нанесение, он меня прям отталкивал, потому что это вот эта гвоздика, она так орала сильно, это было прям неприятно. Это была какая-то пряность, ну, понимаете, вот вплоть до щекотания в носу. Я такое вообще не люблю. А потом все как-то разгулялось, появилось действительно. Сначала появилась какая-то вот... Вот знаете, что я сейчас поняла? Вот помните, я говорила, хлоркой пахнет? Это стерильность какая-то. Вот, возможно, просто это мое какое-то восприятие. Вот я чувствую какая-то стерильность, и у меня первое, что на ум начинает приходить, да, у меня начинаются ассоциации в голове, то есть круг у меня ассоциативный, крутится, крутится, и у меня первое, так, стерильность, ага, 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 наверное, хлорка, понимаете? Я начинаю реально хлорку чувствовать. Может, ее тут и нет. Это просто у меня так мозги работают, я начинаю подставлять что-то под эту стерильность. Что может так стерильно пахнуть? Потому что вы не пугайтесь, здесь нет никакой хлорки, здесь нет такого, что это орет. Это, понимаете, здесь такие полумеры в нем. Ну, правда, ну, шейки молодцы. Я вот что про девочку я рассказывала, да, я говорила, что раскрытие есть. Почему мне пишут, что нет раскрытия? Почему мне пишут? Потому что, ну, он играет, правда. Если бы он орал на этой гвоздики на одной, я бы даже, я не знаю, я бы даже не стала бы дальше ничего, потому что, ну, это отвратительно. Нет, он прям, он прям разыгрался, он прям... Да, и вот эта стерильность, да, вот она, она все равно остается, но, видимо, здесь как-то, может быть, вот появляется еще и древесность в комплект к этому, то есть теплота какая-то появляется, нотки между собой как-то играют, ну, и в сухом остатке мы имеем очень-очень близкий к коже аромат, который будет, безусловно, я уже это сейчас понимаю, он будет очень капризен в носке, то есть только на чистое тело, и я даже хочу сказать, что только на тело. Мне кажется, этот аромат не стоит наносить на одежду. Ну, я, конечно, попробую, не знаю, но мне кажется, это вариант именно в носке на тело, на чистое. И это аромат не из серии, опять-таки, вот мы сейчас с вами... Посмотрите обязательно про девочку видео, Киллиан. Вот если девочка Киллиан, это аромат вызов, то есть это аромат, который привлекает внимание, вот этот аромат, это аромат вас, то есть это аромат, который дополняет вас, ваш запах. Мне кажется, что он будет очень нравиться мужчинам, потому что он очень интимный. Это, знаете, ароматы серии, непонятно, чем пахнет от женщины, но вот она запоминается, вот что-то такое. Но имеется в виду, запоминается в близких отношениях, не когда там вы с мужчиной просто там где-то на природе гуляете за ручку, а именно в близости, то есть что-то это вот очень близко к телу звучит, и вот как-то вроде и женщиной пахнет, и какая-то естественная ее запах, но в то же время вот что-то такое еще сверху, и это так необычно, и как-то так цепляет. Вот это что-то такое, это очень интересно, правда. Если у вас есть возможность, если вас зацепило мое описание, вы закажите. Я номер-то говорила вообще. Я запишу в названии, но на всякий случай это номер 335. Вы попробуйте, потому что это интересно. Вот вы знаете, есть ароматы, и у шейка такие ароматы есть, но вот которые, понимаете, они вроде бы и такие симпатичные, и такая у них ладная пирамидка, и они такие вот как бы удобные. Есть же очень удобные ароматы, вот я все время его привожу в пример, Ланвин, Ланван, точнее, Клядер Пеш. Вот это ароматы и в пир и в мир, понимаете? Он такой удобный, он такой политкорректный, вот понимаете, он на каждый случай. Есть такие удобные ароматы, вот, но все равно они не какие-то, вот знаете, ну они надоедают, они все равно в конечном счете вот какие-то неинтересные, то есть вот они даже не в плане неинтересные, но они какие-то очень понятные, понимаете? А есть вот что-то такое, что-то очень... Я понимаю, почему этот аромат любим, потому что, возможно, что я в него тоже влюблюсь, потому что вот я сейчас слушаю на руке его, и я вам хочу сказать, что он прям трансформируется вообще. Он сейчас вообще какой-то сладкий стал. Возможно, сладкий он стал, потому что появилась сандаловая база у него. Сладкий не в плане сладкий, конфетно-сладкий, кондитерско-сладкий, а древесный сладкий, сладкий такой а-ля Паласанты, вот такая сладость древесная появилась. Да, это сандалная, но сандал вообще какой-то не сандал, но очень странный сандал, никакого рассола здесь нет в помине, никакого рассола нет. Ну да, это, наверное, сандал дает какую-то такую теплоту, какую-то такую сладость древесную. То есть, понимаете, это что-то очень необычное, это что-то, с чем хочется играться, что-то, что хочется узнавать, с чем хочется знакомиться, то есть он такой какой-то капризный, но в этом какая-то есть его прелесть. Девчонки, обязательно пробуйте. И вообще, если вы что-то заказываете, вот я о чем-то рассказываю, вы хотите тоже попробовать заказать, вы мне пишите, пожалуйста, потом свои впечатления. Мне очень интересно, какие у вас будут впечатления, потому что мы все разные. И если у вас есть в оригинале вот этот аромат, или есть шейк, и вы их сравнивали, или даже просто, если у вас есть оригинал от Art Collection Musco Shmir, пожалуйста, напишите мне свои впечатления, потому что я его в оригинале не знаю, я понятия не имею вообще, сделали шейк хорошую копию или нет, но настолько, насколько я сейчас слышу его игру на коже, в принципе, это прилично. В принципе, это достойно. Ой, не знаю, вот почему так странно? Вот я сейчас слушаю с руки, мне нравится, вот вы понимаете. Я не скажу, что я за время вот видео к нему как-то привыкла, нет, не привыкла. Просто он какой-то такой стал, не знаю, он очень необычный, он прям звучит очень специфически, то есть это вот аромат из серии, когда прям странненько пахнет, но что-то в нем цепляет. Понимаете, странненький, но что-то цепляет в нем. Поэтому, девочки, обязательно, если вы знакомы с оригиналом, отпишитесь мне, мне очень интересно будет именно ваше мнение послушать, попала ли я в ваши какие-то ощущения, потому что вы понимаете, все субъективно. Спасибо вам огромное за просмотр, что были со мной. Я вам желаю приятных парфюмерных открытий. Поставьте лайк, пожалуйста, если вам видео понравилось. Я всегда очень стараюсь для вас максимально описать ароматы, вот как я слышу, как я чувствую, чтобы вам это было понятно, чтобы вы как-то тоже, может быть, где-то как-то вот ощутили это. Спасибо вам большое, целую вас и пока-пока. Пока.